Субтитры сделал DimaTorzok 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 Кругопряды Субтитры сделал DimaTorzok 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 Нам кинжал какой-то предлагают, кувалду. Отчитайтесь с Дарнеллу в похоронном звоне в Тересвальских листах. Так, новую амуницию нам предлагают хорошую. Плюс один к броне. Ну, пойдём отчитаемся, где он там. Видите, чоппер у чувака. Ну, чоппер это чувак донатил, я так понимаю. Видите, тут нежить. Волки, волки, они и в Альянсе волки. Видите, волки, такие же, они и вокруг Штормграда бегают. Косматый падальщик, просто тут он по-другому называется. Монстры тут добрые, на нас не агрятся пока. Пока. Что такое? Дай мне, дай мне кувалду. Пока для меня не имеет значения, в принципе. О, потом посох хороший дадут. Ну, пока белые артефакты выпадают, конечно, лёгкие. Убейте маршала Редпата и восемь гнилодумов нежитей. Ну, оружие ближнего боя мне не нужно. То есть, как вы понимаете, жрец-атамак, да, нам ближний бой в принципе не нужен. То есть, мне пофиг, что у меня кувалда, что у меня там молотилка, молоток, я не знаю, волшебная палочка. Мне главное... Лагерь гнилодумов. Мне главное, какие дают плюсы эти артефакты. Смотрите, уже агрессивные красные пошли враги. То есть, мне главное, какие мне бонусы даёт, там, плюс к интеллекту, что-то такое. А сам по себе дамаг для меня не имеет значения. Непосредственно, какой артефакт наносит. Готовы. Да, я отрекшийся. Правильно. Видите, у нас тут есть мобы, которые нам помогают. Не, нет, с добрыми намерениями. Да, тут уже красные враги. Нихрена себе, у меня крит наносит. А, не, не, нормально, мне показалось. Есть у меня левел ап и новые... Слово... Слово силы щит. Щит окружает дружественную цель, поглощая 121 единицу урона. Нормально. Щит, короче. Ну, щит мне пока не нужен. Щит это, опять же, на моих союзников накладывать. Опа, ну, а вот и босс местный. Маршал Редпад. Вот это босс. Он такой легенький, конечно, легенький. В 2016-м легенькие боссы. Готов. Знаете, мне реально непривычно после ночного эльфа охотника, 70 какого-то там, 6 уровня вроде, да, играть пятым уровнем. Потому что у меня нету питомца, да, вот это непривычно. Маунта у меня нету. Непривычно, непривычно. Ну что, что-то новое, во всяком случае. Ночного эльфа охотника я ни в коем случае не заброшу. Буду также на нем играть. Но вот попутно буду еще жрец пятого уровня у меня будет. То есть, по сути, главное отличие от охотника у нас в чем? То, что тут мана есть, тут интеллект решает. А не ловкость. Прикольное начало, когда вы вот начинаете только играть, да, за нежить. У вас такой ролик, типа вас эти валькирии оживляют. И у нас, типа, Сильвана Ветрокрылая у нас главная. Да, ну это девка, которая, начиная эльф, кстати, охотница нежить. Ой, просто начиная эльфийка нежить. Сильвана. Нет, с хорошими, с хорошими, брат, намерениями. Так. А че так мало опыта дали? Отнесите бумаги Алого Ордена, Стражу Смерти Семеру. Поместье Калстана, что в Тересвальских лесах. Да, видите, он говорит, победи Сильвана. Хороший посох. Давайте продадим артефакты чинить мне пока не надо. Мне, кстати, пока ничего не выпадает для ремесла. Да, да, да. То есть ремесло пока никак развивать нельзя. Постойте, постойте. А куда мне сейчас надо? Постойте. А, вот. Вот, вижу, вижу. Короче, прямо по дороге, пацаны. Прямо по дороге. Как я сказал, где-то до... О, гоблин-разбойник 94-го, кстати, он. Как я сказал, где-то до... До 20-го, 25-го уровня, как вот у меня было с ночным эльфом-охотником, вас будут везти. То есть вы просто будете идти, а вас будут везти по... Квестам. То есть это не проблема. Никакая... Смотрите, почему слово щит на себя кастанул? Щит окружает дружественную цель. А почему на себя? А, потому что я по умолчанию как бы взят, ну да. Но, в принципе, я могу и на союзников его кастовать. Потому что вот смотрите. Видите, на союзника кастанул. На чернокнижника, вот. Ну, на врага я навряд ли смогу кастовать, конечно. Нам это и не нужно. Мне, вот, я жду кодавор Гримар. Смогу прийти. Это столица Орды, да. То есть наша столица. Видите, тут охранники сотого уровня стоят. Сотый уровень это максимальный, я так понял. В той версии игры, в которую играю. Дождь. Видите, в Тересвальских лесах идет дождь. И фонари зеленые. Интересно, кстати. Интересно сделано. Еще стоит по сторонам отходить. Потому что могут быть квесты дополнительные. И плюс вам дают опыт за открытие территорий. Смотрите, вот тут квесты могут быть. Знаете, что охрененно нам можно будет? Потом можно будет рейды устраивать на Штормград. Нет, тут ничего такого нет. Квестов никаких нету вроде. Ну, это потом рейды на Штормград. Когда я уже левелапнусь, наверное. К левелкапу будет до сотый уровень. Будем с чуваками сговариваться. Но это все потом. Я не знаю. Вот смотрите, кстати, я пришел. Хотите прикол? Смотрите, пленный ревнитель Алава Ордена. Смотрите на его рожу, пиздец. Конечно, он нежить и испугался, наверное, да? Тут учителя профессии есть. Наставница жрецов. Но мне пока наставник не нужен. Нет, тут можно всякие бафы, купить грибочки. Это мне не надо. Учитель профессии есть. Знаете, что мне надо будет? Смотрите, я вам говорю. Мне надо будет наложение чар. Обучи меня наложению чар. Заебок, все сразу. Да. И как же профессия называется? Я не помню, сейчас вам скажу. Портняжное. Портняжное дело позволяет изготовлять доспехи, плащи, одежды, сумки, особые нитки и другие предметы. Из материалов, которые можно приобрести бла-бла-бла. Вот. Короче, ткань. Я могу... Не верь никому. Постойте. О! Постойте, я наложение чар уже выучил. Портняжное, портняжное. Обучи меня, я не туда нажал. Все, давай, портняжное дело. Правильно я все делаю же? По-моему, правильно. Смотрите, у меня теперь есть распыление и извлечение магического элемента. Возоружение. Здесь еще как-нибудь высокое. При этом, при этом, уничтожность безразвития. Обучение заклинателя наложению простых чар на оружие. Видите, то есть я смогу улучшать оружие. Это заебись. Ну, мне требуются ингредиенты для этого. Портняжное дело. Обучение изготовлять простые тканевые доспекты. Давайте посмотрим. Я пока ничего не могу сделать, потому что мне грубая нить нужна. И рулон льняной ткани. Вот. Наложение чар. Тоже пока не могу, потому что мне нужна странная пыль и магическая субстанция. Ну, это... Это пока чуть попозже можно. Давайте маленький коричневый мешочек купим. Видите, то есть я уже прошаренный. У меня как бы... У меня есть твинка более высокого уровня. Потому я уже прошаренный. То есть я могу, видите, уже понимать, что мне лучше брать, что нет. Надеюсь, ты не с дурными вестями. Нет, нет. Одинаковые реплики у всех. Будь осторожнее. Что ты мне предлагаешь? Убейте 10 тересвальских фермеров. Пойду убью их всех. Привет. И украдите 10 тыкв. До свидания. Мне, короче, крест предлагают украсть 10 тыкв. Интересно, да? Ты чё тут сидишь? Что теперь? Накиньте поводок на Мурлока из племени Злобного плавника, а затем приведите его Седрику. Прикольно. Надо приручить Мурлока. Короче, знаете, в чём прикол? Вся нежить, она когда-то была людьми. Либо людьми, либо гоблинами, либо ночными эльфами, как Сильвана Ветрокрылая. И это как бы в репликах прослеживается. Вот это ночная эльфийка, видите, я думаю. Судя по фиолетовым волосам. Ладно, что мне надо сделать? Поймать Мурлока. Не вижу, где Мурлок. Судя по карте, тут где-то Мурлок бегает. Давайте поймаем его. Честно, я его не вижу. В натуре. Охренеть, вот карта тупо указывает. Ни хрена не тут Мурлок. Не верьте этой карте. Ладно, пойдёмте тыкв попиздим, что ли. Ладно, я думаю, пока что, пока что, для материала одного ролика этого будет достаточно. Спасибо за просмотр. Лайкайте, подписывайтесь. Хотя навряд ли вы до этого момента досмотрели, но если досмотрели, то вообще пиздец. Лайкайте, подписывайтесь. Лайкайте, подписывайтесь. Лайкайте, подписывайтесь. Лайкайте, подписывайтесь.